Обмен опытом, мастер-классы, семинары с известными гостями, интересные задания и разговоры на актуальные темы для всей страны. Все это и не только в центре внимания ежегодного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Каждый год во Владимирскую область съезжаются около 8 тысяч желающих научиться чему-то новому. Этим летом форум стартовал в третий раз. Молодые юристы, правозащитники, парламентарии, специалисты в сфере информационных технологий. На этот раз летний лагерь на реке Клязьме принимает 7 тематических смен. И, конечно, в каждой есть участники из Чуваши. Сегодня они в гостях у программы «По существу». Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сразу, как давно вернулись со смены и какие впечатления? Со смены вернулись совершенно недавно. Буквально прошла первая, наверное, неделя. До сих пор не отошли, до сих пор куча-куча впечатлений. Приехали, конечно, заряженные положительными эмоциями. Это с эмоциональной точки зрения, а с физической немножко устали. Потому что все равно поздно ложишься, там от боя где-то в 12 или в час ночи. Рано встаешь, 7 утра, гимн звучит, все идут на зарядку. Вот. То есть в физическом плане немножко тяжело. Ребята, сколько спали? Мало. Мало. Ну в часах, 2, 3, 4. 4 часа. 4 часа удавалось полноценно поспать, потому что после отбоя даже были определенные, так скажем, мероприятия, которые были обязательны для посещения. Наверное, на форуме, как мне кажется, не чувствуется такой усталости, потому что, ну вот интересно, интересно, много спикеров. Наверное, нет такого, что вот хочется отдохнуть. Хочется, наверное, больше-больше узнавать. Или не так у вас было? Конечно. Каждый спикер, он потрясающий. И после каждого спикера ты заряжаешься энергией. И вот эта вот энергия, она тебе дает сил дойти до следующего спикера. Первый раз ли участвуете в подобном форуме? Как проходил отбор? Сложно ли было попасть? Я участвую не первый раз, я уже участвую второй год. В этой смене проходит отбор довольно жестко. 6 человек на место. На самом деле политическая смена, она самая популярная смена в стране. В этом году это была самая большая смена. Нас было больше тысячи человек. Обычно бывает до тысячи, где-то тысячи человек примерно. Нас было гораздо больше тысячи человек. Примерно по всей России 6-8 человек на место. А я в этом году поехала первый раз вообще посмотреть, что как там происходит, потому что очень-очень многие говорят, что какой-то классный масштабный форум, что туда обязательно каждому нужно съездить. Политическая смена, как уже сказали, самая многочисленная, более тысячи человек. Какие в основном вопросы задавали участники спикерам? О чем говорили? Что вообще волнует молодежь? Совершенно разные. Знаете, от бытовых до каких-то, возможно, вопросов в учебе. Экономических и каких-то, возможно, социальных вопросов. Политическая смена, она тем и сложна, и тем и самым интересна, то, что круг вопросов, он может быть совершенно разный. Спикер очень сильно рискует, попадая на эту смену, тем, что он не может подготовиться. А вопрос может быть как провокционный, как непровокционный. Много вообще было таких случаев, когда, допустим, представители одной партии пытались поставить какую-то неловкую ситуацию. Ежедневно, ежечасно, ежедневно. Иногда даже просто в обычный заключительный вечер, когда все уже отдыхают, на дискотеке были даже определенные такие нюансы, ситуации. Самая, наверное, воинственная смена была. Да, да, да. Это было очень много эмоций. Электричество шло отовсюду, на самом деле. Не было ли каких-нибудь там случаев, там, курьезных в плане драки? Курьезные случаи были. Драки, что-то такое. Драк, слава бы, не было. До такого не доходило. Да, были споры. Лайф-стори были определенные. Это когда девочки-мальчики с разных фракций встречались, реально влюблялись, ходили по форуму за ручку друг с другом. Но когда наступало, когда приезжали лидеры политические, тут уже было не до любви. И действительно, мы видели, как... А все это привычки любовью? Да, да, да. А дебаты, дебаты, это вещь такая, что каждый отстаивает свою сторону и свой флаг. Знаю, что ключевой темой политической смены на форуме «Территория смыслов» было счастье. Что нашли вы для себя? В чем для вас заключается? Счастье – новый KPI, на самом деле. Это такая тема, которая шла по всему форуму. Каждому спикеру задавался этот вопрос, на самом деле. Кто-то, может быть, в него более глубоко уходил, кто-то нет. Но на самом деле для политика мы поняли, ну, я для себя, по крайней мере, понял, что для политика счастье – это его работа, на самом деле. Самое главное, что для себя подчеркнули, мы же едем образовываться там, да, и каждый для себя что-то подчеркивает, это то, что для политика самое главное не избраться на выборах. Не в этом заключается счастье. Самое главное – переизбраться. Вот тогда действительно ты получаешь доверие народа, и ты понимаешь то, что ты все делаешь правильно. Но и тебе нужно усиливать, усиливать, усиливать обороты для того, чтобы перезабраться еще раз. Вот это перезабрание, это как раз счастье для политика и показатель его эффективности. С твоим счастьем все понятно, Аня. А ты для себя формулу счастья нашла? Мне кажется, формула счастья, она для каждого своя. Нельзя ее выбрать универсальной. Владимир Вольфович Жириновский очень интересно рассказывал про свое счастье. В детстве для него было счастьем, чтобы ему купили велосипед. То есть он даже рассказывал то, что счастье в каждый момент из жизни может быть разным. И у каждого человека одно разное. Ну, конечно, очень многие говорили о семье, о друзьях и о работе. Вот а для тебя? Для меня все это вместе. И семья, и друзья, и работа. То есть у тебя нет так, как у Максима, что партия, это вот все, самое главное мое счастье. Нет, мне нужно, чтобы была у меня гармония во всех сферах жизни. И чтобы у моих близких все было хорошо. Ну, и у меня в том числе. Территория смыслов помогает реализовывать идеи. Все мы это знаем. Для этого проводится конкурс грантов. Там 100, 200 и 300 тысяч можно выиграть на реализацию своей идеи. Знаю, что вы не участвовали в этом. Вот расскажите, пожалуйста, в чем причина. То есть не успели подготовиться или не было идей, не было времени. Почему? Есть федеральные проекты у нашей организации. Мы их ведем. Также реализуем их на территории и Чувашской республики. От молодой гвардии были представители, ребята, кто защитил проекты, которые мы ведем все российского масштаба. И они получили, выиграли гранты. Мы все, всей командой именно были настроены и работали долгое время именно на то, чтобы вот эти вот ребята, представители организаций, получили вот эти гранты. Восемь грантов молодая гвардия взяла. И мы очень этому рады. И мы с новыми силами опять войдем в Новый год и реализуем эти проекты достойно. И вот все-таки какие планы наметили для себя, чтобы опробовать теоретический опыт на практике? И вообще намерены ли как-то разнообразить молодежно-политическую жизнь в Чувашии? Ну, молодежно-политическую жизнь в Чувашии довольно разнообразна. Представлена многими политическими веяниями. И каждый выберет для себя. Ну, конечно же, молодая гвардия – это самая сильная организация, самая огромная в стране. И реально серьезно, я говорю, 99% ребят выбирают именно молодую гвардию для того, чтобы войти в политику. Молодая гвардия – это отличный инструмент для того, чтобы окунуться именно и ощутить на себя, что такое политическая жизнь, что такое депутаты. Потому что мы даем реальные возможности пообщаться с этими людьми напрямую и задать совершенно любой вопрос. На самом деле, молодая гвардия – это не только политика, это старт для журналистов, для фотографов. У нас же огромное количество мероприятий. Нам нужны ребята, которые будут освещать эти мероприятия. На следующий год планируется снова принять участие в форуме? Может быть, какая-то другая смена? Какие вообще сейчас мысли по этому поводу? На следующий год мы подготовим огромную команду. Что говорится, если это организация? Мы постараемся закрыть многие смены представителями от нашей организации. Конечно же, политическую смену обязательно будем посещать. Мне бы еще интересно было бы съездить на мою профессиональную тему. Я по профессии педагог. Учусь сейчас в педагогическом университете нашем. Если будет смена учителей русского языка, я бы с удовольствием съездила и туда. В этом году была смена историков, поэтому это не совсем мне на том, поэтому туда я не захотела поехать. Возможно, как раз следующий год тебе повезет, откроется эта смена, и ты на нее съездишь. Ребята, большое спасибо за интересный диалог. Было приятно пообщаться. Спасибо, Юля, вам. Спасибо, что пригласили. У нас для вас есть маленький подарочек. Фирменный наш. Фирменный наш. С форума носить с удовольствием. Спасибо. Спасибо вам. А я напоминаю, в эфире была программа «По существу». Ребят, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова